Здравствуйте, с вами Максим Селиверстов и это очередной урок из серии «Как сделать в Моха». На этот раз речь пойдет о простом ри для машинки, но в его простоте скрыто много интересных изюминок, которые превратят ваш сегодняшний день в праздник, и если вы не наигрались в машинке в детстве, то сегодня у вас такая возможность появится. Можно будет от души играться, а на вопросы домочадцев с деловым видом говорить, что вы изучаете не хухры-мухры какую-то, а физику. Переходим к Моха. Я использую готовый векторный рисунок, найденный на стоках FreePic.com. Готовое изображение раскидал на несколько слоев, всего их получилось 4. Один это колеса, второй амортизаторы и третий корпус автомобиля. В четвертом слое размещается выхлопная труба. Все они лежат в группе Car. Создаю костяной слой и помещаю в него векторные слои с деталями автомобиля. Теперь последовательно рисую три косточки, а они наследуют иерархию друг друга, этого мне и надо. Для колеса я создаю по одной косточке на колесо, и тут есть важный момент. Начало кости должно лежать как можно ближе к центру колеса, а длина кости должна равняться радиусу колеса. Кости обеих колес привязываю к первой базовой кости рига, чтобы они всегда следовали за ней при перемещении и наклонах. По точкам привязываю одно колесо к первой кости и второе ко второй. Также по точкам, хотя можно было и слой целиком, привязываю корпус автомобиля к последней кости. Тут нет принципиальных моментов, можете поступать как вам нравится. Если захотите колеса привязать как слой, тогда их надо будет раскидать на два отдельных слоя по слою на колесо. Амортизаторы привязываю по точкам, и тут есть маленькая хитрость. Верхние точки амортизатора привязываю к верхней кости, а нижние точки привязываю к нижней кости. Так мы заставим подвеску реагировать на наклоны автомобиля. Теперь настал момент научиться пользоваться скриптами. Скрипт для вращения колес взят с ресурса 2danimator.ru. И если вам этот анимационный мега-форум еще не знаком, то обязательно полюбопытствуйте. Там вы познакомитесь с огромным количеством интересных людей из индустрии, найдете себе новых друзей, партнеров или учителей. Этот форум работает уже 20 лет, и на нем зарегистрировано 60 тысяч пользователей. По моим оценкам, это самое большое сообщество аниматоров в Форунете. На форуме есть тема. Машинка ездит, а колеса сами крутятся. Автор скрипта — человек с ником Stan. Не только создал очень полезный инструмент, но и поделился им сообществом. Скрипт периодически обновляется, поэтому лучше конечно его брать с форума 2danimator.ru, но если вам лень заморачиваться с регистрацией, то можете забрать версию 2.22 по ссылке в описании к видео. Ссылки на тему форуму и сам форум также ищите в описании. Чтобы подключить скрипт к остяному слою, нужно двойным кликом по слою открыть окно Layer Setting. Перейти к параметру Embedded Script File и поставить галочку. Как только вы щелкните по чек-боксу, у вас выпрыгнет окно с просьбой указать, где этот файл находится. Указываем файл RotatingBone2.22.lu и жмем ОК. Теперь, чтобы скрипт заработал, нужно ему указать, какие кости являются колесами. Для этого нужно дать им название Will и Will2. Проверяем, что получилось. Для этого переходим в первый кадр, берем инструмент TransformBone и перемещаем родительскую кость по оси X. Если хотите, чтобы перемещалась ровно без смещения выше-ниже, зажимаете Shift. Катаем машинку туда-сюда, видим, что скрипт прекрасно работает. Кости крутятся согласно их радиусу. За радиус отвечает длина кости. Если длина костей будет больше или меньше, скорость колес поменяется. Огромное спасибо за этот прекрасный скрипт автору Стэнс форма 2d-аниматор.ру. Однако на вращение колес мы не остановимся и пойдем дальше. Добавим динамику на три кости, чтобы машинка отрабатывала наклоны при торможении и разгоне, и вместе с этим заставим работать амортизаторы. Для этого подключим динамику к трем косточкам. Моха поддерживает групповое редактирование настроек костей, поэтому смело выделяем сразу три кости и заходим в свиток Bonne Constraints. В самом низу ставим галочку Bonne Dynamics. Из названия можно догадаться, что это что-то там про динамику. Да, теперь кости будут реагировать на перемещение. За эту реакцию отвечают целых три параметра. Turkey Force, Spring Force, Dumping Force. Turkey Force отвечает за ту силу, которая воздействует на кости. Чем больше значение, тем сильнее кость будет реагировать на перемещение. Spring Force указывает на силу пружины. Чем выше этот параметр, тем жестче пружина, ее труднее сжать или изогнуть. Dumping Force влияет на то, с какой скоростью пружина успокаивается. Чем выше параметр, тем быстрее успокоится пружина и перестанет колебаться. Я перебирал разные варианты значений, в конечном итоге меня устроило 2.20.10. Вы можете сами поиграться с этими параметрами и настроить подвеску как вам больше нравится. Делаю тестовую анимацию и смотрю на результат. Всего несколько ключей, а как много моха сделала за нас. С этим можно очень долго играться. Скачайте файл по ссылке в описании и экспериментируйте. Это очень увлекательно. На этом заканчивается урок, но не заканчивается тема про машинки в моха. Смотрите в следующем уроке второй вариант рига, который позволит отказаться от анимации полностью. Потому что полное управление автомобилем возьмет на себя настройка физики. Подобно автомобилям Илона Маска, наш суперкар будет самостоятельно преодолевать крутые ухабы на автопилоте. Спасибо, что досмотрели до конца. Ищите в описании файл этого урока и все обещанные ссылки подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новых уроков. До свидания и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok